Зачастую автомобили на Ми не поступали в серийное производство. Зачастую, но не всегда. И некоторые модели не только попали на конвейер, но даже пережили Союз СССР. Итак, в 60-е годы экспорт советских нефтепродуктов начал расти, а потому транспортное обеспечение отрасли тоже нуждалось модернизациям. И тут Советский Союз, как говорится, дал газу. Для эксплуатации на западе Сибири в 1970 году было куплено 67 единиц Форемос Хаски 7. Это самый большой автомобиль канадской компании, способный перемещать до 40 тонн груза в условиях грязи, мускуса, болота и снега. 40 тонн! И это при том, что советская страна не производила снегоболотоходы даже грузоподъемностью 5 тонн. И не то, чтобы после получения канадской техники начались какие-то работы в этой отрасли, они были и ранее. Однако канадская техника привнесла некоторые важные и весьма полезные идеи. Следует тут отметить, что вездеход, перевозящий 40 тонн, это не просерийное производство, ну никак совсем. Поэтому самым разумным, наверное, выходом из данной ситуации для Советского Союза было купить иностранную технику и всё. А вот менее грузоподъемные вездеходы были нужны Советскому Союзу в намного большем количестве. Поэтому разумно было налаживать именно их мелкосерийное производство. С 1969 года активно начинаются работы по созданию действительно высокопроходимого и действительно грузоподъемного снегоболотохода. Кроме уже озвученных требований высокая проходимость и большая грузоподъемность, необходимо также было по максимуму унифицировать вездеход с тем, что производила советская промышленность на тот момент. Стоит ещё вкратце упомянуть, что советские инженеры всегда экспериментировали с техникой повышенной проходимости. Это были как автомобили с нестандартными движителями, так и более привычная гусеничная техника. А также в 1967 году появился ЗИЛ В1 Витязь. Его запустили в мелкосерийное производство, однако испытания показали, что необходимо модель дорабатывать. Ну, точнее не дорабатывать, а требуется просто что-то более технически совершенное. И тут как раз появляются те самые канадские форемосты, у которых есть одна очень важная особенность – гусеницы. У них не две сплошные гусеницы, а четыре более маленьких. Вот эту идею канадских коллег и переняли советские инженеры. И что же получилось в итоге? Гусеничный снегоболотоходный транспортер передвигался на двух гусеничных тележках, поворот которых вокруг вертикальных осей и качание в продольном направлении обеспечивает требуемую управляемость и способность двигаться по неровным поверхностям пути. Из особенного интересного – опорные катки автомобильного типа. Их шины заполнены губчатой массой вместо воздуха, им не страшны проколы. Полотна гусениц армированы металлическими тросами, что обеспечивает им достаточную прочность и малую вытяжку. Опорные катки гусениц имели двухрядное расположение, а сами катки были резиновыми. Кабина, система охлаждения, лебедка с тяговым усилием в 7000 кг, капот, элементы рамы – это от Урала 375. А двигатель, коробку передач и ведущие мосты – это от Зила. То есть с унификацией справились на отличном. Первая версия транспортера появилась в 1972 году и получила наименование на Ми 0157 БК. Начались многочисленные испытания и доработки, которые должен был проводить Уральский автозавод. Именно Урал-Аз и должен был впоследствии начать серийное производство этого автомобиля. Результат доработок получил наименование на Ми 0157 М и увидел мир в 1974 году. Изменения на самом-то деле были существенны. Двухрядные катки заменили однорядными, установили двигатель КАМАЗ-740 на 210 л.с., усилили рамы, увеличили дорожный просвет. И в целом опыт эксплуатации стал лучше. Результат был крайне успешный. Машина обладала грузоподъемностью 8 тонн и преодолевала песчаное и болотистое бездорожье, снежные заносы, водные преграды глубиной до почти 2 метров в любое время со скоростью 30 км в час. Более того, водители не должны были тратить много времени на переквалификацию и вездеходом мог управлять почти любой человек, у кого были права на грузовик. С 1976 по 1980 год, согласно госплану, УралАЗ должен был изготовить 8 тысяч транспортеров. Однако первые опытные партии были изготовлены аж в 1983 году. Снегоболотоход получил индекс Урал 5920. Мелкосерийное производство по заказам предприятий началось в 1985 году и продолжалось до 1989 года. А что такого произошло в 1989 году? А дело в том, что Урал 5320 был штучным продуктом, который собирался не на конвейере и собирался под заказ. В совокупности с экономическими сложностями, с которыми столкнулась в то время советская страна, производство было свернуто. Однако это не все, автомобиль доработали уже в 21 веке. В 2002 году завод специализированных машин Континент в Екатеринбурге модифицировал вездеход и стал выпускать снегоболотоход в ТС-1. Ну а в чем же суть модификации? 240-сильный ярославский двигатель ЯМЗ-238М2, современная ядра в ликово-воротного механизма и резинометаллические гусеницы, при этом грузоподъемность увеличилась до 10 тонн при все том же удельном давлении на грунт. А производство осуществляется и по сей день, то есть да, в 2024 году производится та самая разработка НАМИ из 70-х годов, пускай и эта разработка слегка модифицирована. И уже в 21 веке, в 2009 году эти вездеходы были выбраны в качестве топливозаправщиков для антарктической экспедиции. Вот такие концепт-кары разрабатывала НАМИ.